Продолжение следует... На ты, на вы как можно? На ты? На ты, да. В общем, там-то и так достаточно по-панковски в те годы, наверное, это еще возможно было говорить, что ваша группа это такой аппендикс между там говнороком условно и чем-то иным, и вы не вписываетесь в канон, и потом берется какое-то такое то ли наставительное интервью с публикой, как им надо себя вести, и в какой-то момент ты начинаешь рассказывать, ну, на тот момент, 21 год тебе, что такое панк-рок для тебя, что надо разделять. Надо разделять панк, надо разделять там хулигана, криминалы и все остальное. Вот сегодня Димит Спирену 45 лет. Сегодня в чем состоит, вот там была на альбоме «Улица свобода песня», где ты говоришь, что панк – это всего лишь 4 буквы. Сегодня что для тебя панк-рок, вот лично для тебя, не стал ли он для тебя более стерильным, утратил ли, может быть, он тот дух, который был в 21, и по поводу протеста. Ты часто говоришь из альбома «альбом» слово «протест». Сегодня лично твой протест, что это такое? На альбомах я не вспомню, пожалуй, сейчас на скидку ни одной песни, в тексте которой бы я использовал слово «протест». Хотя я понимаю, почему людям кажется, что это слово и подобные слова на этих самых альбомах содержатся. Людям хочется слышать это. Им кажется, что это бунтарская музыка, хотя она таковой и является, на самом деле, отчасти. Им кажется, что это музыка, несущая свободу любви в идее, это тоже так. Поэтому начинают слышать всякие слова и то, чего у них нет в этих песнях. Меня точно так же частенько обвиняют в том, что я в интервью как будто бы бью себя то и дело копытом в грудь и называю себя несравненным панком, каким-то панк-панк-панк-рок. Все вот об этом твержу, но на самом деле это не так. Навряд ли я вспомню пяток своих интервью, которые бы вообще крутились бы вокруг этой темы, вокруг принадлежности нас, о субкультуре этой и чтобы я там с гордостью себя причислял к ней. Скорее наоборот. Что же касается того интервью до 16-ти старших, что я его тоже волей и судеб пересматривал сравнительно недавно, ну типа год или полтора назад, забавное оно действительно. И я честно признаюсь, мне не в чем себя тогдашнего упрекнуть с позиции 45-летнего и абсолютно никакие свои тогдашние мировоззренческие моменты я сейчас не готов пересматривать, это все так оно и есть. Другое дело, что, наверное, я сейчас не столь категоричен, не столь максималистичен и допускаю и другие точки зрения вполне себе, почему бы и нет. Что касается нашей музыки или моей позиции на сцене или тех идей, которые мы в нашу песню включаем сейчас, то, опять же таки, мне кажется, что это достаточно органичное развитие всего того, чем мы были всегда. Вот я был такой 21-летний, вот я думал так, вот я такие вещи транслировал, и они совершенно спокойно, органичным образом развились в том, что мы транслируем сейчас. То есть я не вижу в этом никакого, никаких противоречий, никаких двусмысленностей, никаких... ничего искусственного. Вот. А транслируем ли мы сейчас бунтарские идеи, идеи протеста? Да, несомненно, несомненно. Мы делаем очень много из того, что ни политический мейнстрим, ни мейнстрим обывательский не способны принимать пока что еще, по крайней мере, в России. А вот. И мы делаем это открыто, мы делаем это, как сказать, без стеснения, мы делаем это не шифруясь, не скрываясь нисколько. Транслируем это в песнях, в интервью, в каких-то своих позициях, поступках. Вот. Чем вызываем, в том числе, ответную реакцию, которая, ну, в общем, не всегда находится, ну, в... как сказать, в... в правовом поле, грубо говоря. Не то, что на нас там нападают или, допустим, например, там наши концерты накрывают или что-то такое, но есть, а есть последствия временами, которые, в общем, не очень приятны. Вот. Так что, если говорить об этом, то, да, я прекрасно себе представляю, почему, возможно, какая-то часть панка аудитории в России и странах СНГ считает нас группой недалекой, группой в чем-то легкомысленной, чересчур поп. Но на самом деле, если копнуть поглубже, то там окажется много смелости, много гражданской позиции, много вещей, которые абсолютно коррелируются с панк-роком в том виде, в котором его... ну, как... Придумали такие люди, как Джо Страммор, грубо говоря, и продолжают такие люди, как, не знаю, бедрелижный, антифланник, FX и так далее, и так далее. Окей, спасибо. По поводу вот... я свяжу такие события. 12-й год Севастополь, выступление на байк-шоу «Ночные волки», потом недопуск вас в Украину в марте 2014 года, когда вам выделили бумаги без объяснения позиций, что у вас вроде там не хватает финансового какого-то там. Потом непонятное появление на постере Крым-феста какого-то, и нашествие 2014-2015 год, где оно было явно милитаризировано просто до ужаса. И потом частое появление вас в Украине в связке, там еще буквально 3-4 группы, все ваши друзья, которые, в общем-то, высказывают ни за, ни против, естественно, они стоят на пацифистских, ну, антимилитаристических позициях. В тот момент, вот, если брать отсчет 2012-2016 год, ну, ты уже видел в 2012 году, где ты выступаешь и что, в принципе, из этого может вырасти. Потом в 2014 году пришла ответка, ну, такая вот прям, вы не смогли встретиться со своими поклонниками, но, мне кажется, у этого следствия была какая-то причина на тот момент. У всего есть причины, все и следствия, конечно. Вот из всего этого, вот из всех этих событий, там, вот 2012-2016-2017 год, когда более-менее вы ежегодно появляетесь в Украине, ты для себя личные какие-то, я не знаю, уроки, ответы на вопросы, все-таки ты, наверное, за 30 лет почти существования группы столкнулся вот прям с запретами группы, с препонами, с войной, не то что в умах, там, своих поклонников. Ты же понимаешь, что твои поклонники тоже в 2014 году разделились на за и против. Какие, в принципе, ты для себя, ну, задал ответы, задал вопросы и какие ты дал ответы в этот момент? Ну, вообще, за всю свою жизнь, которая, в общем, я бы не сказал, что короткая, но в то же время не сказать, что пиздец какая-то долгая, я вообще принял решение, как не принял решение, а сделал один главный гигантский вывод, который такой, ну, глобальный, как бы, да, все-таки не стоит, не стоит, короче, главная сторона, какая вообще есть только у каждого человеческого существа, это я сам, ты сам, это я сам, это ты сам, это я видовый сам, это кто угодно сам, вот. И если я делаю что-то, от чего меня внутренне не корежит, ну, по крайней мере, капитально, то, значит, это возможно, это может существовать. Меня внутренне корежит, например, играть в Луганске и Донецке, на так называемых оккупированных территориях. Меня внутренне, меня не корежит внутренне играть в Крыму, только если я при въезде в Крым не нарушаю законы и правила не такого государства, Украина в том числе. Это означает, что я мог, ну, мы могли бы не поездить в Севастополь, если не пробовать. Прямо отсюда, из Одессы? Прямо отсюда, из Одессы, например, да, пересекая границу, не пересекая границу, а попадая, в общем, по сути, из Украины в Украину. Вот. С одной стороны. С другой стороны, когда мы ездили в 2012 году играть в украинский, тогда еще, Крым, в Байк-шоу Ночных Волков, да. Я и группа, мы вынуждены находиться, вернее, как и любое другое человеческое существо или музыкальный коллектив, мы вынуждены находиться в определенных условиях, и в этих условиях мы вынуждены существовать, как бы, да. Есть такая группировка мотоциклетная, как Найт Волос, и до поры до времени они были, ну, как, наверное, пожалуй, 99% всех мотоциклестов в мире. Они были независимые, они были контркультурные, они были завязаны на рок-музыку, на дружбу с рок-музыкантами, на организацию тех или иных мероприятий. В определенный момент они пошли, что называется, сливаться с властью. Все знают, что хирург, ну, в общем, так или иначе там тусуется с российской политической верхушкой, там Путина ему что-то не дарит какие-то медали, но я сейчас могу, конечно, гнать, потому что половину этого, не знаю, не помню. Вот, но смысл в том, что до поры до времени их мероприятия, они имели вид сравнительно нейтральными. И если мы хотели, а мы хотели и хотим до сих пор кастролировать, зарабатывать, участвовать в большом количестве летних фестивалей, то да, в те времена мы на это соглашались, сейчас уже нет, конечно, потому что какие-то вещи становятся более очевидными, какие-то вещи становятся более проявленными, какие-то вещи становятся более контрастными, и ты уже не можешь отлынивать от того, чтобы не занять стороны и не принять категорическое решение. Как это произошло, например, с нами относительно вот в мероприятии Night Wolves, потому что с тех пор, в особенности, в изменившись политической ситуации, мы уже в мероприятиях не участвовали ни разу. Вот, даже один раз, по-моему, это было, если я не совру, летом 16-го или 17-го, мы поехали на байк-шоу, которое было организовано под Нижним Новгородом каким-то региональным чаптером Night Wolves, и у нас уже тогда в нашем райдере были включены пункты о невозможности вести политическую агентацию, пропаганду на площадке, ни в виде баннеров, ни в виде оформления сцены, ни в виде каких-то телек, которые предполагаемые ведущие мероприятия, возможно, вещают со сцены, и когда мы прибыли, и организаторы этого мероприятия нам гарантировали, что эти пункты райдера нашего не будут нарушены. И когда мы прибыли на площадку за тысячи километров от Москвы, в микроавтобусе, мы увидели, что на этом мероприятии раздаются флоера и ведется реклама вот как раз-таки надвузовского байк-шоу в уже так называемом российском Крыму. Раздавались флоера, что-то висели какие-то афиши, и тогда мы сказали, что мы разворачиваемся и уезжаем. Ну или снимаете, как бы прекращаете это все, или мы разворачиваемся и уезжаем. Но они решили, что нет, они таким образом пункты нашего райдера не нарушают, мы развернулись и уехали, и в общем мы навлекли на себя много зла на самом деле. Ведь не только организаторы концерта, например, могут негативно отреагировать на подобные эскапады со стороны группы, но и публика тоже. Люди считают себя обманутыми, ведь они заплатили за билеты, они хотели нас услышать, а мы тут со своими принципами, а никому же, блядь, это нахуй не упало, понимаешь? Никто не понимает, за что мы топим и зачем нам это. Но тем не менее мы это делаем. Так что я не назову тараканов самой принципиальной группой на Земле. Я не могу нас назвать самой прозорливой группой на Земле, такой группой, которая в нынешних российских условиях способна просчитать 2-3 шага вперед и абсолютно себя обезопасить от каких бы то ни было последующих обвинений вне принципиальности. Но тем не менее мы достаточно последовательны. — Окей, спасибо. И опять же, в заключении такой еще один глобальный вопрос. Тебе вчера было 45 лет, извините, это ощущение возраста. И вот вспомню опять же 96-й год, такой достаточно знаковый, не то что даже этим интервью, там был такой двухдневный фестиваль. Даже страшно подумать, кто тогда рулил всей альтернативной музыкой в России, человек, который сейчас поет про Крымский мост. Фестиваль проходил, по-моему, в ДК Горбунова. Вы выступали в первый день в июле, во второй день выступала группа Рейча Гинзэмэш. По истечении там 10 лет своего, я не знаю, паузы, они всего в этом году возвращаются. — Двадцати? Двадцати? Четыре? — А, они раз были в шестом. — Да, я имею в виду, они последний раз в 2009-м выступали в Лондоне. И, в общем, вы играли в первый день. Вы еще назывались «Четыре таракана». Группа на тот момент была на пике Рейча Гинзэмэшен. И, в общем-то, в принципе, для многих, кто ее не видел, не слушал, она сегодня, как бы, им по 50 лет, она говорит о протесте. И вот, в общем, такой коммерциализированный протест. Только непонятно, билеты по 300 долларов. Но не в этом дело. — Вопрос в другом. Вот тебе 45 лет, 24 года назад ты выступал, ну, фактически на разогреве этой группы в первый день. — Давай так назовем, хотя это было немножко интогнать, это не важно. — Ну да. Ощущение возраста, я имею в виду, вот ощущение тех идеалов, которые в тот момент максималистические у тебя были, ощущение того драйва и ощущение сегодня, когда ты, в общем-то, играешь ту же самую музыку, но с осмыслением. И вот, я не знаю, они значили для тебя что-то или нет в тот момент. И вот такие моменты, когда вот такие группы возвращаются. В принципе, это звенья одной цепи, потому что все, вот, как ты сказал в предыдущем вопросе, в одних условиях вынуждены выступать, зарабатывать. Но рок-н-ролл, в общем-то, вот, для тебя с ощущением возраста, вот, что в нем утратилось, вот, относительно того момента? И вот пошел ли бы ты на концерт этой группы сегодня? За 300 долларов в лет. Ну, такие, такова цена в Америке. Да, но, конечно, сходил. Почему бы и нет? Для всех нас, все-таки, как ни крути, даже если мы возьмем самого-самого-самого радикального хардкор-парня, тем не менее, все-таки первична музыка, звуки. Ну, я не представляю себе человека, который скажет, нет, для меня первична идея, для меня первична, потому что если для тебя первична идея, ты можешь не пользоваться музыкальным способом их выражения, тогда есть огромное количество других способов для того, чтобы каким-то образом идеи декларировать или разделять. Поэтому, если мы, то есть, если это моя предпосылка, она верна, и для нас, для всех первична музыка, песня, то это приятно, когда миссец вдруг объединяется с главным Данзигом и дают возможность для людей, десятых человек, которых не было возможности сходить на них в период с 77-го по всю историю, можно посмотреть на это и то же самое Речи Гейнс, например. Вот. То есть, отказать им в этом праве только потому, что билет стоит 300, только потому, что 50, только потому, что они, ну, очевидно, внедрены в систему. для разрушения которой, по идее, они сочинали свои песни, я не готов как бы их судить, я не готов вообще разделять это, потому что мне нравятся эти песни, они меня возбуждают, они меня вдохновляют, они меня тревожат, они меня беспокоят, они меня заставляют самого, в общем-то, не сидеть ровно на жопе, сочинять что-то. И обвинять кого-то в том, что он стал каким-то, но это все равно, что говорить, блядь, ты же был двухметровый красавчик, худой, а стал облусевший кузакой мужик. Мы с возрастом приобретаем болезни у нас людей в голову. Мы обвешиваемся жиром. Да, это правда так и происходит. Для того, чтобы этого не происходило, нужно очень-очень много делать. А вещей, которые, вполне возможно, тебе не хочется делать, держать себя в тонусе, контролировать питание, заниматься в скультуре, вполне возможно, что тебе не хочется этого делать, но главное, что у нас внутри, правильно. Вот. А что касается меня, то вот вопросы, которые ты задал, я все-таки предположу, было бы правильнее задавать группам, которые серьезно выросли за те 20 или 25 или 30 лет существования, которые за каковое время они, что называется, перевели количество в качество. Вот. А тараканы не стали стадионным артистом. И мы не стали бестселлером, мы не стали волосом поколения, мы не стали по большому счету, даже по меркам России, мы не стали особо никем. Ты же все для этого делал. А, да, и тем не менее, ничего не получилось. Ну, то есть, вот из того, что я сейчас перечислил. Сегодня здесь в Одессе нас придет посмотреть 300 человек. Это наш первый сольный концерт в Одессе за 30 лет. Когда-то на байк-шоу в начале... были сольные концерты мы играли в 2002-2003-х годах на байк-шоу, на фестивалях здесь. И мы здесь впервые сегодня сольным концертом. И это... Ну, как бы, вот этот уровень, клубный уровень, 250, 300, 400 человек, 500, 600 крупных городов в России. Это то, о чем мы фактически стоим. А я к чему это все сейчас говорю? Я не к тому, чтобы прибедняться или обесценивать свою карьеру. Я к тому, что по большому счету мы то же самое, что и были в 2006-м. Масштабы не изменились. Количество чего бы это, проданных билетов, заработанных денег, концертов, туров, проданных экземплянеров или чего бы то ни было, не переросли в другие порядки, нули не прибавились особенно. Вот. И это, как бы, по крайней мере, в этом смысле мы никак не трансформировались. Наш... Мы турим так же, как мы турили, особой разницы нет. Мы примерно в тех же городах, мы примерно в тех же залах, нашим концертом занимаются, примерно те же промоутеры, на них ходят примерно те же люди. Вот. Поэтому в этом смысле что 96-й, что 2006-й, что 2016-й однопоние. По большому. тут имеет смысл наверное говорить только о каком-то внутреннем восприятии, а оно, я предположу, как минимум, что касается меня, в основном изменилось только в смысле потери свежести восприятия. Любое занятие, насколько бы ты ни был, но при этом ты не фанател, как бы ты его не любил, приедается. То есть, по крайней мере, это не так остро воспринимается, это не так тебя волнует, это не так тебя теребит, это не так у тебя прямо на трясучке тревожит, как это было в начале пути. В особенности, когда особо нет динамики, в особенности, потому что, когда у тебя есть динамика, и ты с каждым своим релизом, с каждым своим профессионалом прибавляешь, расширяешься, выходишь на новый качественный уровень и так далее, и так далее, и так далее, ты видишь эту самую динамику и как она выводит тебя на новый уровень восприятия того, как ты делаешь. Когда у тебя примерно овня, то, в общем и целом, ты просто, у тебя просто притупляется восприятие этого и все. Вот, что я тебе могу сказать по поводу того, как я сейчас воспринимаю свое место в группе, место группы в мире, и так далее, и так далее, может быть, нам еще осуждено сочинить что-то, что прозвучит действительно масштабно, а может быть, нет, куёзно, сложно сказать, может быть, просто нам повезет, может быть, уже мы давным-давно переливаем из пустого порожня толчем воду в ступе или жуйом-пережеванное, тоже как бы не поймешь, потому что когда группа существует в кузне на сколько времени, опять же, притупляется не только острота восприятия, но и притупляется, что называется, ну, как бы, фокус самовосприятия, ты не можешь сказать точно, это ты в своем стиле новую песню сочинил, или ты переиграл песню пятилетней давности, или пятнадцатилетней давности, тяжело просто воспринимать эти страны. Так что вот, а так, я езжу в фестивале, я много провожу времени в Европе, я вижу пангруппы всех, абсолютно всех, поколений. Вот бас, кокс, той, гус, эдикс, и, я не знаю, кого там экспорит, юки сапс, до, до, я вижу, что просто все занимаются своим делом. Вот такая ниша, вот такая, вот такой музыкальный жанр. Да, в нем, при рождении, были заложены идеи, да, эти идеи определенным образом взменили мир, скрифтировали даже мир мейнстрима, музыкально, моды, кинематографы, идеи. Ведь, блядь, откуда взялись в мире, грубо говоря, в мейнстрим-идеологии идеи веганства, вегетарианства, радикальных экологов, этики по отношению к животным, к природе. Я даже не говорю о принципах DIY, которые они сейчас по большому счету пользуются. Все абсолютно. От молодых чуваков, которые открывают барбер-салоны и кофешопы, до, я не знаю, кого, до людей, которые в Телефоновой долине стартапятся. Это все из панк-сервера. Это все принес панк-рок. Но те группы, о которых я говорю, они просто занимаются своим делом. У них есть фэн-базы, у них есть поклонники в Америке, в Австралии, в Европе, в Упонии, в России, в Украине. И они играют свои песни. И никого не смущает то, что какие-то качества потерян по дороге. Ну да, да. Ну, это нормально. Когда я был 20-летний, я просто уманул физически более ловче и прыгать по сути на 60-60-60-60. То же самое с музыкой, то же самое с идеологическим восприятием, ментальным восприятием. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...